Приветствую вас, я думаю, что ваш вопрос, он немножко странный. На то, что он странный, указывает два момента. Первый, это картинка, которая вообще как бы не относится к вопросу, и такое впечатление, что она взята откуда-то из интернета, зачем, непонятно. Это первое. Второе, сама тема, сама тема, да, тема и ситуация вызывает, ну, такие вопросы, я бы сказал, да. То есть, у вас есть муж, значит, у вас с мужем есть ребенок, как я понял. Муж живет по другому адресу. Я так понял. А родственник пустил вас пожить на неопределенный срок в свою квартиру. Это его квартира, в которую он, родственник, пустил вас пожить. Соответственно, это не ваша квартира. И, например, ходить голой или голыми в этой квартире вы не можете, потому что квартира не ваша. Вас пустили пожить на неопределенный срок и бесплатно, но квартира не ваша. Я думаю, что вряд ли вы способны переделать своего родственника. И вряд ли вы способны как-то вот ему, знаете, намекнуть на то, что... Ну... А... А... По... А... Ну... По таким-то, по таким-то... А... А... Причинам, да? А... А... Ему... Ему следует... А... 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 Ему следует... А... А... Приходить там... Позвонить предварительно. Ну, да, может быть, это было бы хорошо бы. Да, может быть, это было бы здорово. Но... Раз ситуация складывается так... Значит... Такова цена. Такова цена за проживание в чужой квартире бесплатно. На неопределенный срок. У всего есть своя цена. И вот странность вашего вопроса заключается в том, что вы, как будто эту цену не понимаете, не видите и не готовы ее платить. Эту цену. Неужели для вас на одной чаше весов находится и возможность жить в квартире бесплатно, неопределенно... Бесплатно. Люди как бы обычно платят за квартиру, но вы живете бесплатно. Да? Неопределенный срок. И неужели для вас на одной чаше весов лежит проживание в чужой квартире бесплатно? И... Такая вот история, что он приходит, когда захочет, без предупреждения. Неужели вы считаете, что эта цена недостаточно? То есть, эта цена не обрадывает. Не обрадывает того, что вы вот спичите. То есть, не обрадывает того, что... Не оплачивая того, что вы получаете по итогу. Вот и все. Если вы считаете, что... Не оплачиваете. Если вы считаете, что это того не стоит... Вам решать. Если вы считаете, что это того не стоит, то... Тогда вы селяетесь. Еще раз повторю. Взрослый человек понимает, что... У всего есть цена. Если вы цену готовы не платить... Не готовы платить, это ваш выбор. Не другого человека. Понимаете? Если вы для себя это поймете... То... Будет гораздо лучше. Для вас. Если вы не поймете, вам будет тяжелее. 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 Вот это. Просто будет... Тяжелее, и вы... Просто будете так вот снова и снова обжигаться. Но не ваша эта квартира, чтобы ходить по ней, к примеру, голыми, как вы говорите. Не ваша эта квартира, чтобы полностью там хозяйничать. Вы там живете, но... Хозяйничать вы там права не имеете. Это все-таки собственность человека. Еще раз повторю то, что да, может быть... К примеру, я бы на месте родственника, я бы звонил, да, предупреждал. Ну, потому что как бы я, допустим, считаю, что как бы можно уважать, там, нужно уважать и т.д. Но родственник этого не делает, и он имеет на это право. Потому что это его квартира. И именно он устанавливает, как бы, ну, правила и регламент. Как это все происходит-происходит. Вот и все. Я думаю так. Поэтому в целом, ваш вопрос мне представляется такой достаточно странным. Вот. Может быть это вопрос чисто с целью, к примеру, потроллить или вызвать там бурное обсуждение, не знаю. Вот. Но с точки зрения психологии все так, да. То есть вам предоставили существенно, как бы, ну, существенную помощь, вам предоставили внушительно, как бы, вам сделали внушительное одолжение. Вы такое впечатление, что не готовы платить за это никакую цену. Вот. Ну, опять же, да. Это, может быть, с вашей точки зрения это и правильно. Может быть, с точки зрения, там, других людей это тоже правильно. Но, в итоге, надо иметь дело с реальной историей. С тем, что реально происходит. На мой взгляд, если вы готовы, что вас, к примеру, если вы готовы выселиться, да. Если вы готовы выселиться, то можно родственнику сказать прямо, что, вот, как бы, пожалуйста, приходи там по звонку, да. То есть ты не можешь, как бы, это делать. Если вы либо говорите прямо и требуете от него этого, потому что, если вы говорите, что личное пространство, то есть личное пространство нужно защищать. Защищать нужно именно требование. Вот. И либо родственник уважает это и соглашается, либо не уважает и предлагает вам выселяться. Вот так. К сожалению, так. То есть, как в тот момент, когда вы согласились на его одолжение, вы потеряли. Вы потеряли определенную часть своей свободы и вы потеряли определенную часть своих притязаний. Да, это болезненно, да, это негативно, да, это тяжело, но такова цена. Тем быстрее, тем существеннее для вас будет стимул, как можно быстрее выехать из этой квартиры и жить, наконец, уже в своей жилплощади, да, где вы будете хозяевами сами себе. Вот и все. Вот. Может быть, да, вот, как сказал наш коллега, что родственник вам напоминает, что вы, как бы, находитесь в гостях. Чтобы вы не задерживались, потому что ему, ну, наверное, не очень комфортно. Вот, если он в этой квартире, к примеру, не живет, то он мог бы ее сдавать. Так он, получается, лишает себя какого-то дохода, ну, части дохода, скажем так. То есть тут, конечно, история такая, такая, достаточно противоречивая. Надеюсь на ваши здравомыслия. Надеюсь, что вы все-таки сделаете выбор и уже будете этому выбору следовать. И помните, что у всего есть своя цена. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.